Вы видели, какой он ласковый у меня. Я обожаю, когда котик сам подходит, сам начинает мурлыкать, хочет ласки, заботы. У меня он такой. И вы знаете, иногда я смотрю в тиктоке на котиков, там не знаю, породистых, их чуть-чуть там погладишь, все начинается это рычение, шипение, не нравится ему что-то. Поэтому именно я взяла котика с улицы и вам тоже советую. Они безумно благодарные, очень милые. Поэтому если вы увидите на улице бездомного котика, то обязательно берите его. Я думаю, что он только украсит вашу жизнь, как мою, мой котик. В общем, я сейчас буду краситься. Как всегда у меня по плану макияж. Я буду снимать для вас мукбанг Цезарь. Смотрю на просмотры, клубника так хорошо набирает, читаю комментарии. Честно, очень приятно. Спасибо, что пишете. А завтра у нас с вами будет большой сет роллов. Сегодня буду снимать Цезарь и еще клуб сэндвич. Ну, кстати, покажу вам, как это все готовлю, потому что готовить буду я сама. Макияж я делаю прямо на кровати и смотрю свое видео. Я обожаю смотреть свои видео, особенно мукбанги. А это видео, можно сказать, мое любимое. Здесь я говорю про хейт, про плохие комментарии. В общем, пока делаю макияж, досматриваю. Реально такая ностальгия, когда смотришь свои видео. Это безумно интересно. Так, все, я готова. Сделала хвостики сначала, а потом заплела косичку. Хотела сделать объемную косичку, но, к сожалению, не получилось. Она получается какая-то неаккуратная. Надела белую футболку, потому что белое в кадре всегда смотрится офигенно. И сейчас приступим к готовке нашего Цезаря. Так, я уже все подготовила. Здесь помидорки черри, листья салата. Нажарила хлеб. Получилось кабы-как, так скажем. Натерла сыр. Я люблю, когда сыра много. И куриная грудка, которую я удачно пожарила. Сейчас это все будем миксовать и получится ведро офигенного салата. Мои хорошие, голову просто ломаю, в какой посуде подать. Вроде эта слишком большая. Я не доем, наверное, до конца. Но в этом не поместится. А что-то между нету. Поэтому, наверное, скорее всего, вот эту возьмем. Кое-кто понял, как открывается дверь. Он сейчас вовсю нажимал нам эту ручку. Ах, ты понял, мой сладкий, как открывается дверь? Вот сюда вот нажимает лапками, чтобы открыть дверь. Ты слишком легкий для этого. Успокойся. Возможно, я готовлю не по всем стандартам шикарных ресторанов. Но в любом случае, я готовлю так, как люблю я. Помидорки черри я нарезать не стала, потому что у нас они совсем мелкие. Поэтому пусть будет вот так. И заправлять я буду оливковым майонезом. Хотя всегда я заправляю майонезом... Ой, не майонезом, соусом Цезарь. С ним получается вообще обалденно. А сыр будем добавлять в последнюю очередь. Ну что, ведро обалденного салата у нас уже готово. Я посыпала очень много сыром, хотя добавляю значительно меньше. Но так, поверьте, мне вкуснее. Я очень люблю сыр. Причем в сочетании с этим салатом получается просто пушка. Но мне кажется, просто салат будет маловато. Где-то в холодильнике должен быть тортик. Осталось здесь совсем немного клубники. Вот такой крупной. Ее можно украсить. Господи, клубника настолько огромная, что этот кусочек торта выглядит совсем мылипусеньким. Можно еще вот так вот. И все, бегу снимать для вас мукпанк. Хотя, скорее всего, мукпанк вы увидите значительно быстрее, чем этот влог. Потому что влог еще до вечера буду снимать. Еще буду монтировать. Скорее, он выйдет завтра. Когда хотела налить тебе чай, заметила, что здесь варится айва. Я ее просто обожаю. Она такая вкусная. Хотя сейчас не в тему на этот мукпанк. Но после мукпанка половина будет у меня в желудке. Я сняла для вас мукпанк, смонтировала кино. Также я смонтировала влог. Его я кину чуть попозже. Он у меня в закрытом доступе. Я просто решила сделать анализ и полазила у себя на канале, какие видео, сколько просмотров набирают. Я была немножко шокирована тем, что влог с дня рождения Жоли уже собрал 30 тысяч просмотров. Хотя это видео я вообще планировала удалить. На мой взгляд, это настолько неинтересный влог получился. Потому что я планировала все видео, весь влог снимать непосредственно на дне рождения. Но так получилось, что в этом ресторане не разрешали абсолютно снимать. Приходилось тут, там за кустами снимать. Вот, поэтому я думала, что это просто неудачный влог. Я иногда, даже частенько, просто удаляю влоги, потому что в конце мне не нравится количество материала. Мне не нравится, как получилось. А здесь всего-навсего получилось где-то 8 или 9 минут, даже не 10 минут влог. Я думала его удалить, потом посоветовалась с вами в истории. И вы сказали, что нет, выкладывай. А тут он набрал сразу 30 тысяч просмотров. Я немножечко в шоке. Спасибо вам огромное. Честно, мне безумно приятно, что вы смотрите все, что я выкладываю. Реально активная аудитория на вес золота. Вот, и еще я себе тут лазью, кое-что, да, выбираю. Я сегодня замучилась, не могла снять эти сережки. Мне так нравится у Sunlight качество. То есть, застежка просто насмерть. Я вам внизу оставлю артикул этих сережек, если найду. Хотя да, найду. Вот, если вы хотите купить ребенку сережки, это просто идеальный вариант. Если вы боитесь, что ребенок там потеряет, что-то произойдет, то если даже захочет, он не потеряет. Если в белом золоте, в желтом и обычное, как называется, красное золото, или как правильно называется. Ну, в общем, сережки мне нравятся. Они спереди из белого вроде как золота, сзади желтое. Очень-очень красиво смотрится. Как вам? Как вам? В общем, я делаю заказ, я вам кое-что покажу. Что я заказала, я показывать не буду. То сразу зайдемте сюда, в избранное. Что я хочу купить? В ближайшее время обязательно куплю вот это кольцо. Сейчас тебе напишут, безвкусица, да ну, некрасивая. Я хочу. Оно будет моим. Вот. Но это не в этом заказе, наверное, в следующем. Потому что этот заказ я почти уже совершила. Также мне очень нравится вот эта вот цепочка. Очень красивая такая, с висюлькой. Здесь рубин такой. И застежка классная. Дальше мне очень нравятся вот эти сережки с гранатами. А в частности, мне нравится вес этих сережек. Здесь 3 грамма с половиной. Это хороший вес для таких сережек. Здесь, наверное, тоже застежка, как у меня. Просто насмерть. В общем, много чего здесь выбрала. И все это я хочу купить. Возможно, мой вкус с вашим не совпадает. И эти изделия, например, вам не нравятся. Это вообще красота. Да, гляньте, как красиво. Это серьги такие, они с бриллиантами, с висюлькой. По мне круто. Я всегда обращаю внимание на вес изделия. Когда совсем маленький вес, я стараюсь эти изделия не брать. Но в любом случае, здесь огромный просто выбор. Море я себе назаказывала. В ближайшее время буду снимать для вас видео. Сидела, сидела я, значит, мои хорошие. И поняла, что очень скучно сидеть дома. Иногда надо сама себя выгуливать. Сам себя не выгуливаешь. Никто тебя не выгует. Надеваем носочки. Вот такой вот улук у меня. Сидя, показываю. И иду к жене двоюродного брата. Посидим, немножко чаек попьем. Поболтаем о том осем. Мама говорит, что за цвет у клоуна. Что вы думаете? Напишите в комментариях, нормально ли ходить в таких носках. Вообще, я считаю, что, мам, мы живем в свободной стране. И каждый человек имеет право носить то, что он хочет. Мама тут меня высмеивает. Ребят, скажите, что я очень сильно одета. Ничего, я иду в гости. Я же не в ресторан иду. Правильно. Узнаете свою стилягу. В гости не с пустыми руками. Вот у нас тут суши. И мои розовые кроссовочки. Мами, ты где? Мами! А вот и мамик. Мам, почему ты прячешься? Когда блогер получает зарплату, хорошо, когда сниматься в его блогах плохо. Потому что жизнь несправедливая такая. Куда идем мы с питочком? Большой-большой секрет. Не расскажем мы никому. О нет, о нет, о нет. Пришли сюда. Двоерный брат купил новый телевизор. И тут они смотрят А4. Почему здесь не я? Почему здесь не мук-банк, в конце концов? Эксклюзивные кадры. Ай, я тебя боюсь. Она меня один раз, знаете, как цапнула. Я хотела вам показать, когда Соне не нравится еда. Посмотрите, что она делает. Она просто закапывает еду. Такой ролл тебе не понравился. Ты ненормальная. Не закапывай ясь ем. Успокойся. Успокойся. Нет, нет, только не ко мне. Один раз она меня так цапнула. Это было нечто. Так что я к тебе больше. Ни ногой, ни рукой. Мы тут пьем чай. И тут какой-то... Как назывался, Парана? Кинкан. Кинкан какой-то. Сейчас будем пробовать с чаем. Пробуем. Все, как на них понял. Он какой-то кисленький, да, немножко? А из чего это вообще? Как лимон. Это фрукты какие-то сушеные? Интересно. Такое ощущение, что недоспелый лимон. Его высушили. И ты пьешь его с чаем. Короче, мы уже дома. Не обращайте внимания на мой прекрасный пол. Это подводка, которая разлилась. Ну, в общем. Сейчас вам покажу. Вот такой вот туалет мы покупаем для котика. Самый хороший вариант. Это древесный. Он, во-первых, очень долго служит. Во-вторых, от Виксу очень нравится. Покупали и другие виды. Но они, после того, как он писает, они превращались в этот... Как в цемент. В общем, скриньте, смотрите, пробуйте. Мне прям очень нравится. Я прям в восторге. Он и долго идет, и удобен в использовании. А самое главное, котик у меня доволен. Время уже восемь. И первое, что я делаю, как только прихожу домой, это смываю свой макияж. Честно, я не понимаю девчонок, которые иногда пишут в комментариях или пишут в историях, что я иногда просто так ложусь по девочке. Ни в коем случае это делать нельзя. Я вообще к таким вещам очень щепетильно. К собственной гигиене, в частности. У меня дома может быть такой срач, такой бардак. Но к своей гигиене я отношусь очень щепетильно. Тем более, теперь отличная кожа без прыщей. Айка счастливая. Желаю всем, у кого есть прыщики, избавиться от них навсегда. И быть же такой же счастливой, как я. Если мое счастье продлится долго, то я вам обязательно сниму вторую часть и расскажу, как ведет себя кожа после приема. Как правильно называется? Ну, в общем, ракутана. Так боюсь, что камера упадет. В общем, чем я смываю макияж? У меня дофига всего, на самом деле. На двухфаске у меня сейчас стоит камера. Еще у меня есть такая вот штука от Garnier и есть от Nivea. В принципе, они работают абсолютно одинаково. Поэтому без разницы, какую использовать. Еще у меня в комнате есть в огромном размере, в огромном объеме. По-моему, от Nivea. Вроде как от Nivea. Что-то там в комнате тоже лежит. Как-то я покупала. Я люблю запасаться. Скажу вам по секрету, девочки. У меня даже прокладок дофига. Я люблю, когда всего много. И ты не бегаешь сразу в магазин. Чуть что. Вот и средства для снятия макияжа. И все-все-все стараюсь брать прямо на запас. Чтобы потом не заморачиваться. Вот так вот. Ну и, естественно, все остальное, конечно же, буду смывать при помощи средства для снятия макияжа, воды. Потом сверху еще прохожусь пенкой для очищения. Так, макияж я уже смыла. И меня все устраивает. Я решила не просто лежать и смотреть какую-то передачу. Тут смотрю, Сергей Сафронов рассказывает о том, что экстрасенсов, оказывается, нет. Их не существует. И он это говорит после того, как его уволили за то, что он взял взятку у одного из участников. То есть, обещал провести до финала. И взял у него взятку, получается. И тут все на него как бы набросились. Я сейчас немножко не понимаю, а что только экстрасенсы могут нас обманывать? Как насчет того, чтобы обмануть экстрасенсов? Хоть кто-то смог это сделать. Поэтому молодец, Сафронов, мне кажется. Он хотя бы хоть как-то ответил этим шарлатанам. Я, честно, в этого все не верю. Вы помните, я вам рассказывала историю, как из ТикТока, типа, какая-то дама раскладывала карты. Я просто решила прикольнуться. Заплатила за сеанс. И вы знаете, там было все мимо. Поэтому, ребят, опять же, не надо таскать огромные суммы денег этим шарлатанам. Не надо верить. Лучшая традиционная медицина. Если у вас какие-то проблемы, не дай бог, со здоровьем или с личной жизнью, не стоит идти, вот реально. А я решила навести порядок вот здесь. Хотя здесь дела обстоят неплохо, но это первый ящик. Во втором намного хуже. Как раз смотрю передачу и займусь чем-то полезным. Кстати, ракутанчик у меня остался. Целая упаковка, представляете? Жалко, конечно. Но я могу отдать эту упаковку своей подруге. Тут у меня лежат чехлы от моих телефонов. Что касается чехлов от iPhone, их я, конечно, оставляю. Но вот этот вот уже надо выбросить. Это от маминого телефона, моего бывшего. Но он стал, смотрите, какой желтый. Поэтому я, если честно, не советую покупать много чехлов. Вот этот я, наверное, 2-3 раза носила, и он тоже уже становится желтый. А этот с Алиэкспресс. Вот с Алиэкспресс мне не нравится, что со временем на них появляются пятна, которые не отмываются. Лучше покупать дорогие вот такие чехлы. Вот на телефоне у меня тоже. Он, правда, дорогой. Стоит где-то раз в 5 дороже, чем с Алиэкспресс. Но зато с ним ничего не происходит по истечению времени. А этот телефон я уже продала. Зачем этот чехол нужен, непонятно. Этот с жирафом отдам маме. В общем, это тоже выбрасываю. Дальше. Мой второй чехол для айфончика. Это все мои. Мои красавцы. Этот носила больше всех. Да-да-да-дам. Вы, наверное, не почувствовали никакую разницу, но я все вынула, все протерла. Прям, знаете, от души. Разложила здесь чехлы. Здесь моя косметика. Косметос, который я пытаюсь добить. До конца я в то же время покупаю что-то новое. Но ничего, иногда себя баловать, радовать можно. Вот так вот у меня все лежит. Здесь помадки, бронзеры, хайлайтеры и все остальное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова